Всем привет! Два дня назад у нас вышло обновление 2.0 для Властелин Колец Битвы Войнств. Пока что еще мало кто в чем разобрался, мало кто чего понимает, но давайте я вам чуть-чуть потихоньку начну помогать как-то осваиваться в новой игре, объясняя какие-то моменты, в которых, допустим, я сам лично уверен. Сегодня речь у нас пойдет за ассеты. Давайте разбираться, какие эффекты хороши, какие не очень, какие стоит брать, а какие лучше вообще не вспоминать. Рассматривать сеты я буду на примере Копья Истерлинга, так как тут есть большая часть сетов. Первый сет у нас Переполнение Силы. Это построение во время эффекта оглушения или в статусе Безумия получает на 20% урона меньше. Во-первых, что сразу стоит запомнить, если написано Построение, это значит, что эффект влияет и на юнита, и на командира, который ведет этого юнита. То бишь, Построение это юнит плюс командир. Данный сет на самом деле очень плох. Я не рекомендую его брать, просто потому что сейчас оглушение и Безумие не является метовым. И, скорее всего, в ближайшее время это не изменится. Сейчас очень сильно занерфили все оглушения и Безумие. У них очень маленькие шансы срабатывания. У тех командиров, у которых они были. У некоторых командиров вообще позабирали контроль. В общем, да. Контроль помянем. Этот сет не стоит брать. Следующий сет. Обеспечение. Пожалуй, это самый бесполезный сет в игре, который я не рекомендую вам собирать ни при каких обстоятельствах. Сейчас очень сильно занерфили хил. Не будет таких цифр исцеления, как раньше. По 100-150 тысяч исцеления. Но даже если рассматривать старую версию 1.0, эти 5% это просто мусор. Вот просто представьте, исцелили вы на 100 тысяч здоровья. И от этих 100 тысяч вы дополнительно на 5 тысяч выхилите. Но это же просто капля в море. Если у вас совсем все плохо, я рекомендую все-таки больше собирать шмот командиру, ориентируясь на статы шмота, чем собирать настолько бесполезный сет. Следующий сет. Ловкость. Инициатива формирования командира плюс 10 во время сражения. Я, честно говоря, не уверен насчет этого сета. Вполне возможно, что он сломан, как и некоторые другие вещи. И дает на самом деле скорость марша, а не инициативу формированию командира. Но даже если дает инициативу, то это очень ситуативно и только для пвп, по сути, подходит. И то, учитывая, как сейчас проходит пвп сражение, ваншоты теперь будут прилетать нечасто. А это, как мне кажется, означает, что по большому счету, неважно, первым вы походите или вторым. Но в любом случае, очень ситуативная штука. Я не рекомендую его собирать. Далее у нас идет сет Острый Клинок. Построение получает 20 катаки на весь бой. И командир 20 катаки, и его юнит. Пожалуй, один из самых универсальных и лучших сетов. Хороший сет. Можете спокойно собирать. Как и для командиров дамагеров, так и для командиров саппортов. По типу Гендальфа, там, или Исильдура. Следующий сет. Плотная броня. Построение получает 20 к защите на весь бой. Опять же, и командир, и его юнит. Вполне себе хороший сет. Подходит для танкования. Если вы, допустим, берете, как я, Фалгена, который специализируется на танковании, так как у него 3 из 4 титулов. Это тупо выживание. То сет вполне себе подходит и очень отлично вписывается. Далее, следующий сет. Свежевание. Построение. Урон, наносимый этим построением, игнорирует 15% защиты цели. Я, наверное, больше все-таки склоняюсь к тому, что это хороший сет. У вас и командир, и юнит будет игнорировать 15% защиты. Но здесь надо понимать, что это тоже все-таки ситуативно, потому что чем меньше защиты у противника, тем меньше будет бонус к урону, наносимый благодаря игнорированию защиты. По прошествию двух дней еще непонятно, какая будет мета, какие будут делать сборки. Может быть, сборка через броню вообще будет неактуальна, все будут собираться в урон. В таком случае свежевание станет бесполезно. Но теоретически сет хороший. В любой игре сет, который позволяет игнорировать защиту, это тема, но пока что неоднозначно. Следующий сет у нас мощь. Физический урон, наносимый формированием командира, плюс 10%. Отличный универсальный сет, который подойдет абсолютно в любую сборку, наносящий урон. Будь то командир саппорт или дамагер, ставите сет и кайфуете. Следующий сет стража. Физический урон, получаемый формированием командира, минус 10%. Тоже отличный сет, можно собрать как вариант для формирования танкования. И на самом деле хорошо, что на каждую категорию, то есть на танкование и на нанесение урона, у нас имеется более чем один сет, потому что большое разнообразие вещей в игре, разные вещи падают с разными сетовыми бонусами. Никогда не знаешь, из чего у тебя в итоге соберется сет. Ну и естественно, статы самих шмоток должны подходить вашему командиру. Но за статы я чуть дальше расскажу. Следующий сет. Тайные знания. Построение наносит плюс 10% урона горением, ядом и фокусированного урона. Этот сет подходит всему, что наносит урон не физический. То есть всякие сауроны, хамулы, гендальфы белые, галадриэль. Вот им такой сет вполне себе очень даже хорошо зайдет. У меня лично таких сета собрано 2, по-моему. Следующий сет боевой клич, 3 раунда в начале, наносимый этим построением урон, плюс 20%. На самом деле я бы назвал это одним из лучших сетов вообще среди всех имеющихся. Поэтому если есть возможность его собирать, конечно же собирайте. И тут же сразу за ним идет сет маневрирования. 3 раунда в начале, получаемый этим построением урон, минус 20%. Это, кстати говоря, сет, который я собрал именно Фалгену. Ну и как вы уже поняли, это обратная сторона боевого клича. То есть это его прямой контрпик, скажем так. Но в любом случае, как сет для танкования, очень даже отлично. Тем более здесь не только физический урон снижается, а любой. Следующий сет настойчивость. Каждый раунд построение наносит плюс 2% урона. Как я понимаю, это скейлинг. То есть каждый раунд у вас 2% дополнительного урона будет добавляться. То бишь к 10 раунду боя у вас будет 20% урона. Неплохой сет на самом деле, но очень ситуативный. Его нужно собирать для командиров, которые рассчитаны на долгую игру. Которые будут выживать и гарантированно доживать до самого конца боя. Как например те же Боромер и Фаромер, у которых есть титул, который позволяет каждый раунд увеличивать свою защиту на 7. Здесь тот же самый принцип, только на урон. Для долгоиграющих патчек очень неплохой сет. И сразу же за ним идет точно такой же сет, только на уменьшение урона. Тоже долгоиграющий вариант. Можно вполне себе его собрать и допустим на того же Боромера запихнуть, если вы используете Боромера. Как танка с ближниками через его 4 титул. Ну и через баф Рога Гондора. Можете собрать ему этот сет и он будет жить дольше. Следующий сет осадная лестница, осада формирования командира плюс 10%. Ну это как бы просто сет на осаду. Если делаете осадную армию, вам нужно 4 таких сета. Но есть преимущество то, что не нужно красить, не нужно повышать звезды. 4 шмотки поставили с этим значком и ходите довольный. Так что сет по большому счету очень даже неплох. И в самом конце у нас идут расовые сеты. Если формирование командира состоит из злодеи, получаем урон минус 10% на весь бой. Честно говоря, у меня нет возможности потестить. У меня просто нету шмоток достаточного количества, чтобы собрать один из этих сетов. Либо сет на стойкость троллей, орков. И потестить работает ли этот бонус на командира. Но в любом случае, я бы не рекомендовал собирать эти сеты. Просто потому, что тогда у вас вещи будут по сету привязаны к определенной расе. А сами по себе шмотки не привязаны никому. Единственное исключение, подобные сеты можно собирать с таким командиром, например, как Горбок. Горбок играется только через орков и никак иначе. И туда можно собрать как раз таки вот такой сет на стойкость орков. Теперь давайте разберемся касательно статов шмоток и кому что надо. Например, пламенный язык. Мейн стат у него повышает урон командиру. Также повышает командиру атаку и концентрацию. Пламенеющий язык идеальный артефакт для любого командира дамагера. Хорошее увеличение урона, хоть и большой разброс. И если командир физик, нати вам атаку 18. Ну или больше, зависит от звезд. Если герой не физик, как в моем случае, нати вам концентрацию. Следующий артефакт жесткий крюк. Мейн стат у него, конечно же, дает урон командиру. Дает атаку командиру, защиту командиру и атаку юниту. Опять же, оружие для дамагера. Но я, к сожалению, вынужден использовать на годмаге. Потому что дается защита командира. Атака для юнитов. То, что мне нужно. И также дается атака годмагу. Атака годмагу нужна, потому что у него титул хозяин. Завязан именно на атаке. То есть, здесь единственный минус то, что урон командиру дается. Мне он не нужен. Далее, гигантский молот. Мейн стат дает руководство. Повышает юниту только атаку. В большом количестве. И повышает защиту. Этот молот подходит только героям саппортом. Так как руководство увеличивает наносимый. И снижает получаемый урон юнита. По строении командира. Ну и само собой, здесь статы даются только для юниты. Поэтому молот идеальный для любого саппорта. Черный молот. То же самое. Дает руководство. Концентрацию командиру. Концентрация, в свою очередь, помимо того, что повышает урон. От не физического урона командира. Так еще и снижает входящий урон не физический. По командиру и его формированию. Защита командиру здесь дается. Это хорошо. И атака юнита. В очередной раз доказывающая, что это все-таки артефакт для саппорта. Далее, костяной доспех. Здесь у нас мейн стат УЗ. На самом деле, это болезнь всех доспехов. Все доспехи в игре, как я заметил, дают УЗ командира. Поэтому в случае с доспехом нужно ориентироваться именно на дополнительные статы. Концентрация командиру. Защита командиру. Юниту атаки довольно-таки много. И защиту дает. Этот доспех больше для саппорта. Далее, артефакт. Шкатулка знаний дает УЗ командиру. Дает, повышает атаку командиру. Концентрацию. Защиту. И еще инициативу. Тут, я думаю, очевидно, что это шкатулка для командиров ДДшников. Зуб дракона у нас повышает руководство. Дает атаку и защиту юниту. Много. Однозначно украшение для саппортов. Ну, в принципе, как и было в 1-0. Скрипка старейшего тоже самое. Дает руководство. Концентрацию защиты командира. И атаку и защиту юниту. Вот еще шлем затонувшего острова, например. Он дает руководство. Опять же, что намекает нам, что это саппортский шлем. Повышает атаку юниту, но мало. И при этом дает много защиты для юнита. Это не то, чтобы для саппорта шлем. Это скорее больше для построения танкования. То есть для всяких фалгенов и прочих ребят. Которые нужны, чтобы вместе со своим формированием держать строй противника. Самострел Рукхай. То же самое. Для саппортов, руководства, концентрации. Командир, юнит, атака и защита. Боевой топор. Чисто артефакт для дамагеров. Повышает урон командира. Атаку командира. Ну и защиту юнитов, что позволит им выживать. Короткий меч предводителя. Артефакт больше, опять же, для танков. Руководство, защита. И защита для юнита много. Боевой молот, который раньше принадлежал гномам. Как бы это странно не звучало, является артефактом для героев с нефизическим уроном. Повышает урон командиру. Дает концентрацию и защиту. Пластинчатая броня повышает УЗ. Атаку командира и защиту. Подходит дамагерам. Хобби, чья скрипка, кстати, стала нормальным артефактом. Больше для танков. Потому что дает руководство. Дает концентрацию командиру. Защиту ему. И защиту юниту. Барабаны морей. То же самое, что и скрипка. Это защитное украшение. Руководство, защита командира. И защиту юниту дает много. Костяная маска у нас стала артефактом для фокус дамагеров. Потому что УЗ. Концентрацию командира дает много. И защиту. Шлем всадника. Опять же, шлем для саппортов. Дает руководство. Командиру атаку. И защиту юниту. Ну и теперь, зная принцип. Кому какие статы нужны. Я думаю, вы сами в состоянии определить. Какой все-таки шмот кому дать. Ну а на этом я пока что с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.